Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео я хотела бы вместе с вами окунуться в атмосферу уюта. Давайте рассмотрим мои покупки для дома из магазина Ikea. Не забывайте поддержать меня пальчиком вверх и подписывайтесь на мой канал. Так, девчонки, ну что, я села поудобнее, вооружилась ножницами на всякий случай и обложилась пакетами из Ikea. Поэтому давайте сейчас начнем. Будем распаковывать, рассматривать мои покупки. Буду доставать по мере того, как это лежит в пакете. И первое, что мне попадается, это салфетки. Я купила салфетки в Ikea. Здесь 100 штук. Размер их 24 на 24 сантиметра. И они двухслойные. И эти салфетки мне понравились. Я их брала в прошлый раз. Они достаточно плотные, хорошо впитывают. В то же время такие, знаете, не жесткие, мягенькие. Поэтому в этот раз с удовольствием их взяла повторно. Также решила взять вот такие вот папки. И вернее, это не папки, а подставки под журналы, под детские какие-то занимательные, занимательную литературу. Под альбомы можно использовать. Я высматривала в Ikea. Может быть, что-то будет другого цвета. В этот раз были какие-то различные цветные такие подставки. Но я все-таки решила, что белый это классика. И если вы, например, не убираете такие подставки куда-то в шкаф, не ставите, не закрываете, то все-таки белый, наверное, на фоне интерьера, дизайна вашей квартиры будет смотреться лучше, нежели какие-то цветные. Вот так выглядит эта подставка. Я думала, что сейчас у меня не составит труда ее сложить. Но вот здесь такое дно. Знаете, надо на столе, наверное, все-таки это делать. Я боюсь как-то испортить. Но, в принципе, общий вид понятен. То есть, это должно выглядеть вот так. Да, и что еще хотела сказать именно про вот эти контейнеры. Я подпишу наверху, как называются те, которые я взяла. Я в Икеа видела еще один вариант таких тоже белых контейнеров. Там такая, знаете, хлипкая, тоненькая картонка. Здесь нет, здесь все прочно, добротно. И даже вот этот вот верхний слой, он такой с каким-то, как бы такой, как прорисовкой. То есть, красиво сделаны, красиво выполнены, хорошо, добротно. И в интерьере тоже будут смотреться, мне кажется, удачно. В качестве организации документов вот такие вот подставки тоже можно использовать. Взяла вот такой пульверизатор для поливки цветов, для опрыскивания. Я что-то не могу понять, какой здесь объем, но она, как вы видите, совсем такая маленькая бутылочка. Сделана, кстати, это в Чехии. Хотя я думала, что такие вот пластиковые бутылочки делаются в России, как и большинство посуды, которая сейчас продается в Икеа. Вот, кстати, вот эти стаканы, они как раз сделаны в России. Но мы взяли таких три стакана, потому что мой муж в таких больших, массивных, таких, знаете, брутальных стаканах очень любит пить минеральную воду, сок. Очень любит разводить сейчас актуальный витамин С в шипучей форме. В общем, он вот в таких вот стаканах это любит делать. И мне кажется, что в таких стаканах очень здорово делать различные пунши или, к примеру, компот наливать. Это все красиво смотрится. Горячий чай с множеством какого-то наполнения ягод, листьев, малины, имбиря. Можно в этих стаканах делать. И выглядят они очень, так знаете, атмосферно. Решила попробовать взять вот эти губки. Я на самом деле долго сомневалась по поводу них, потому что мне кажется по виду, что они не совсем удобны для мытья посуды. Все вроде как говорят, что этими губками действительно очень удобно чистить и раковину, и ванну. Поэтому я взяла больше не для мытья посуды. Хотя здесь в принципе не написано, что это именно для мытья посуды. Просто написано, что это губка. Вот, поэтому я взяла именно для чистки сантехники. Следующее, что взяла, это вот такая вот сода пищевая. Это не покупка Икея. Это я взяла в Ашане, но просто здесь в пакете она у меня лежала. И я решила, что может быть стоит вам показать, что такая вообще существует. Я ее купила в Ашане за 80, по-моему, 5 рублей. У нас в магазинах и на Озон я видела точно такую же, но стоит она дороже, чем мне понравилось. Во-первых, это очень удобная упаковка. Здесь два варианта, как вы можете продукт насыпать. То есть есть такая большая, большое отверстие и есть ситечка. Также вот эта крышечка, она снимается. И потом в эту упаковку можно пересыпать обычную соду, которую вы покупаете в картонной коробке. И чтобы она вот как-то не стояла, не искать для нее какой-то специальный контейнер, можно сюда пересыпать. Здесь большой объем, 450 грамм. Я не знаю, как именно сода, как продукт вот этой компании, S-PUDOV или PUDOV. Но я взяла это чисто из-за вот этой вот банки, из-за контейнера. Потому что действительно соду всегда вот в этой картонной коробке хранить неудобно. Также еще раз уже повторила. Взяла вот такие контейнеры, коробочки. Я видела их в розовом цвете для девочек. Там три разного цвета. И в сине-зеленом цвете для мальчиков. А вот в прошлый раз, когда мы были в Икеан, это было полгода назад или даже больше, появились вот такие вот беленькие. Ну, я не могу их назвать прозрачными, потому что они не совсем прозрачные. Белые. И мне нравятся они также в интерьере. Здесь удобно и для детей что-то складывать. Карандаши, фломастеры, не знаю, ручки, точилки, еще что-то там, стиражки. Также удобно и на кухне. Я в такую коробочку складываю чайные пакетики. Также, если у меня есть какие-то для детей чупа-чупсы, вот такие, знаете, конфеты, которые по одной, то я тоже складываю в такие контейнеры. И мне кажется, что в таких контейнерах очень удобно хранить даже специи. Если вы не хотите их пересыпать, каждую специю в отдельную баночку, то можно скручивать и вот в таком контейнере это все хранить. Здесь три крышечки. Крышечки закрываются и сами контейнеры. И в крышечках есть вот такие вот отверстия. То есть, если даже вы в контейнеры распределите, можно контейнер друг на друга поставить. Они не будут ни падать, ни как-то ездить между собой. То есть, удобно. И качество этих контейнеров мне тоже очень нравится. Они такие прочные, добротные. Конечно же, моя несменная обязательная покупка это вот такие контейнеры. Мне они очень нравятся. На новой кухне мне придется много что распределять, организовывать. И вот такие контейнеры и большие контейнеры это, конечно, палочка-вручалочка. В этот раз единственное я взяла два вида. Один белый классический, а второй вот с таким вот сереньким. Не знаю, почему-то мне захотелось. Хотя раньше я на эти серые смотрела и думаю, фу, как некрасиво. Вот белые как бы да, везде все красиво. Но как-то вот в этот раз меня прям понесло. Но большие контейнеры не такие удобные, как вот эти маленькие. Я для маленьких всегда найду применение. А большой у меня, кстати, даже один пустой стоит. Я никак не могу его куда-то применить. Еще сейчас в Икеа новая коллекция. Кстати, да, там идет распродажа. Но, вы знаете, в этот раз на распродаже прям такая скудная распродажа. Практически ничего нет, что можно купить. Нет никаких интересных предложений. И даже перед Новым годом были более интересные предложения, чем вот в эту распродажу, такую новогоднюю, рождественскую. В общем, но сейчас в Икеа появилась новая коллекция для кухни. Она вот в такой вот бежево-розовой или бежево-зеленой. Такой цвет морской волны гамми. Там появились классные сотейники зеленые пока с деревянными ручками, с деревянными вот этими вот набалдашниками на кастрюлях и на сотейнике. И также появились вот такие перчатки. Ну, конечно же, я перчатки сначала взяла зеленые, но когда увидела вот такие вот розовые, то решила взять их. Перчатки вообще икеевские. Они достаточно плотные, хорошие, качественные. Поэтому я взяла розовые, что самое интересное, стоили дороже зеленых. Так, двигаемся дальше. Переходим ко второму пакету. Еще раз взяла вот такие наклеечки на банки, тоже на контейнеры, для того, чтобы подписать, что там хранится. Также взяла вот эти пакеты. Здесь, кстати, вот именно эта коробочка. Здесь 30 пакетов по литру и 30 пакетов по 0,4 объем. Мне кажется, очень удобно. И еще, сейчас сразу найду. И еще в этот раз взяла вот такую вот коробочку, тоже таких пакетиков. Это пакетики с зипом. Их можно убирать в холодильник, в морозилку. То есть в них можно и замораживать. Они вот такие вот, вот эти. Вот эти, они по 0,3 литра, и они вот такие маленькие. Я давно искала именно такие маленькие пакеты, потому что, знаете, вот иногда бывает что-то прям совсем мелкое. Даже если у меня остается, к примеру, 6 фрикаделек, я не знаю, куда их деть. В обычный пакет засовывать или там в контейнер какой-то. А здесь он, кстати, не такой маленький, как может показаться. Здесь вот такое раскрывающееся дно, вот так вам покажу. И сюда достаточно много всего вмещается. Поэтому, если, к примеру, у вас остается там фрикадельки или, не знаю, или кусочек рыбы, или в этот раз вот я перца, например, заморозила, тоже распределила по вот этим пакетикам, по маленьким заморозила. И я понимаю, что если я, например, буду делать жаркое, или тушить овощи, или варить суп, то я просто достану один пакетик, распаку. Еще взяла вот такие вот подставки. Вообще, это подставки под кружки, но я их использую как подставки под свечи. Мне нравится, как вот на таком цвете, типа как пробка, да, на таком фактурном материале смотрится свеча. Притом, часто очень свечи продаются без какой-либо подставки, а с подставочкой свеча всегда смотрится, ну, как мне кажется, более уютно, более красиво. Также в этот раз взяла еще один вот такой контейнер. Я такой же уже брала, в него перелила средство для мытья посуды. Использую его сейчас. Мне, во-первых, нравится, что он стеклянный, его легко почистить, помыть. Во-вторых, у него очень добротная помпа, хорошо работающая. В-третьих, у него вот такой вот опущенный носик. И, знаете, как бы когда ты нажимаешь, средство падает именно туда, куда тебе надо. То есть вот этот краник, вот эта помпа никогда не выплюнит средство тебе напрямую. В Икеа есть такие контейнеры, они тоже хорошие, но там вот этот вот носик, он прямой. И когда немножко забивается вот здесь у основания, то ты не знаешь, куда полетит это средство при нажатии на помпу. Здесь все четко, понятно, он сам по себе красивый, хорошо смотрится на кухне. Взяла себе еще вот такие вот лопатки, но в этот раз решила еще немножко разнообразить. И взяла вот такую вот розовенькую. Кстати, можно на сайте заказать эту лопатку, но там написано, что цвет вы не можете выбрать. То есть вам придет то, что положит, или то, что там возьмет курьер, который собирает, или кто-то там менеджер, который собирает. И мне там очень не нравится лопатка, которая оранжевая с зеленым. Но вот она меня реально бесит. И судя по моему везению, мне 100% пришла бы именно та. Поэтому я дождалась, когда я сама поеду в Икею и взяла именно вот такую розовую. Ну и беленькая, это классика. Еще взяла кисточку. У меня есть розовая кружка из вот этой коллекции. И в этот раз я все смотрю на их тарелки, вот в таком розовом оттенке. Мне они тоже очень нравятся. Но я поняла, что мой муж просто меня или не пустит в машину, или не пустит домой. Или в общем мы разведемся, если я буду брать те тарелки. Поэтому я его упросила пока только на вот такую пиалу. Из этой пиалы хочу есть кашу, чтобы это тоже все так красиво, знаете, смотрелось. В том числе я и предполагаю, что в ближайшее время я буду снимать видео с меню, еще с одним рационом. И на видео, конечно же, вот такая посуда красивая, когда она сочетается, когда она из единого стиля. Конечно, это красивее смотрится, нежели все разнообразное. Поэтому взяла вот такую пиалку. Она, кстати, такая достаточно большая по объему. Да что такое, вообще на этикетках ничего нет. Надо все открыть, почитать, где-то дополнительно посмотреть. Так, здесь высота 7 сантиметров, диаметр 15 сантиметров, каменная керамика, цветная глазурь. Можно использовать в СВЧ, можно мыть в посудомоечной машине, кстати. В общем, объем не указан, но она такая, знаете, немаленькая. То есть здесь можно и салат подать, и кашу положить. Муж у меня в этот раз насмотрел вот эти вот черные часы с красными стрелками и решил взять себе для того, чтобы повесить на работе в кабинете. Часы сами сделаны как бы под дерево. Здесь есть такие тоненькие полосочки, там, где должны быть цифры, но издалека они практически не видны. И смотрятся они, конечно, очень стильно. Особенно для офисного помещения, для мужчины, знаете, для такого брутального кабинета очень здорово. Поэтому взяли часы и взяли еще батарейки. Кстати, батарейки, на удивление, там стоят дешево, по моему мнению. Не знаю, правда, как они работают. Первый раз брали батарейки в Икеа. И также я еще, здесь у меня еще стаканы, как раз те два. И еще я взяла вот такую вот упаковку с кубов, да, вот этих вот набор контейнеров для хранения. Вот так вот они выглядят. Мне нравятся эти контейнеры, ставить их куда-то в выдвижные ящики. Просто так такой контейнер, наверное, все-таки в открытую полку не поставишь, потому что у него не плотное дно. То есть дно немножко проваливается. Поэтому такие контейнеры очень удобно использовать под носочки, под нижнее белье. Когда вы хотите именно распределить, как-то организовать пространство в одном своем шкафчике. Разделить, например, нижнее белье и, к примеру, там, маечки. Или вот у Вани, я просто в его именно комоде хочу разделить пижамы, маечки и футболочки. То есть, чтобы они все лежали как-то отдельно. Вот, поэтому взяла вот такие вот еще скубы. И взяла, конечно же, белые, чтобы это тоже как-то подходило под дизайн всего. И радовало глаз, а не создавало цветовой шум. Что вы думаете, это все? Нет, это не все. Сейчас принесу еще один пакет. Так, ну этот пакет уже будет поменьше. Кстати, сверху этого пакета у меня лежал еще пакет из H&M. И в H&M, именно в H&M Home, так как у нас тема именно дома и уюта, я купила две наволочки для подушек. Это уже новая коллекция, весенняя. Они в такой красивой гамме, мне кажется, сейчас прям не идеально подходит по цвету, по расцветке. Вот такая вот наволочка, чехол на подушку. Она по размеру побольше, 50 на 50 сантиметров. И стоила она 299 рублей. И вот эта она поменьше, 40 на 40 сантиметров. И стоила она 349 рублей. Не знаю, в чем разница. Вернее, не знаю, почему так, когда большая и вот такая красивая, с цветочками, стоит дешевле, чем вот эта. Но вот эта вот попрочнее, она поплотнее. Сама по себе она выполнена из рогожки, по-моему, правильно эта ткань называется. И вместе они смотрятся очень красиво. Такое зелененькое, весеннее, даже, наверное, весенне-летнее уже сочетание. Поэтому совсем скоро буду менять интерьер, убирать подушки такие новогодние. И вот как раз к таким цветам, к таким оттенкам буду стремиться. Возвращаемся в Икеа. Еще взяла набор вот таких вот форм для выпечки кексов и маффинов. У меня уже есть такой набор в розовой гамме. Там ярко-розовые, средне-розовые, светло-розовые. А здесь три вот таких сочетания. Тоже очень красивые. Мне эти формы нравятся именно по качеству. Вот здесь действительно получаются легко, быстро, хорошо пропекаются кексы, маффины. Они достаточно глубокие, чтобы сделать, знаете, не что-то типа чуть толстого печенья, а сделать именно такие полноразмерные нормальные кексы или маффины. Поэтому в этот раз прям даже вернулась за ними, потому что изначально их забыла купить. Также взяла две вот таких вот чашечки. Мне они понравились именно по дизайну. Они такие, знаете, необычные, как-то немножко по-другому сделаны. И вот эта вот верхняя окантовочка, она еще такая утолщенная, увеличенная. Так, еще взяла два вот таких горшочка. Я на самом деле в такие горшки, в которых нет дырок, никогда не пересаживала никакие цветы растения, потому что мне кажется, что должен быть воздух, как-то вода эта должна протекать, перетекать, уходить куда-то. Но буквально недавно в инстаграме у одного блогера девушки я увидела, что у нее в таких горшочках сидят фиалки. Они так красиво смотрятся, и именно прямо вот в горшке. То есть это не как кашпо используется, а как горшок. Единственное, что она на дно выкладывает камушки. Ну, вот эти специальные камушки, которые впитывают в себя остаток влаги, не дают собираться тухнуть как бы земле. В общем, поэтому я решила тоже взять таких два горшочка. По стилю это подходит именно тому восприятию, как я хочу видеть. И я надеюсь, что у меня тоже все получится, и мои цветочки, в общем, с моими цветочками ничего не станет. Также взяла вот такую вот сумочку. Она по цене была, по-моему, что-то в районе 39 рублей на скидки. Это авоська, которую можно с собой таскать в магазин. Она вот так сложена, то есть это не какая-то сумочка для сумочки, а это именно вот такой вот кармашек, в который вы потом всегда сможете эту сумочку сложить. Она очень приятная и по расцветке, и по виду, и по качеству, по вот этой ткани. Также вот этот кармашек, он остается внутри, то есть здесь, в принципе, сюда тоже что-то можно сложить. Эта сумочка имеет две ручки, короткие вот такие, и длинные, то есть на плечо повесить. В общем, для магазина, чтобы не покупать, не тратиться на пакеты, чтобы сохранять нашу окружающую среду, как можно меньше пластика использовать, буду теперь носить вот такую сумочку. Также все-таки я решилась на вот этот контейнер стеклянный. Единственное, что, да, не было, это я для другого купила. Единственное, что в этот раз именно в этой Икеа, где мы были, не было крышек деревянных, потому что я не хочу покупать за 230 рублей силиконовую крышку только ради того, что она вот как-то там прикрепляется и больше не открепляется от этого контейнера. Я хочу купить деревянную, чтобы это красиво смотрелось, чтобы это атмосферно, уютно выглядело, чтобы я была уверена, что это действительно хорошая крышка. Я купила второй контейнер побольше, точно такой же. Мне нравится на самом деле, девчонки, что это стекло, потому что стекло это всегда вымыть, с пемалюксом начистить, с содой начистить, и стекло есть стекло. Оно никогда не будет из себя ничего выделять, как там пластик какой-то хороший, нехороший, неважно. Стекло это более долговечное, да, оно тяжелое, да, с ним нужно более аккуратно быть, но, в общем, я больше стеклу доверяю. И вот к этим контейнерам идут вот такие крышки. Это, по-моему, бамбук, да, это бамбук, прозрачный нитролак и прокладка здесь силиконовый каучук. Сделано, конечно, это все в Китае, но держат эти крышки хорошо. Также это все, опять же, красиво выглядит. И знаете, что еще основным моментом послужило к тому, чтобы я для этого контейнера не купила силиконовую крышку, потому что, как правило, в холодильнике мы вот так ставим друг на друга контейнеры, а с силиконовой крышкой наверх контейнер, тем более вот такой плотный, мы уже поставить не сможем. Поэтому я решила взять просто вот эту саму миску, а крышечку я куплю в следующий раз. Единственный минус вот этих контейнеров, это то, что они продаются по отдельности, сам контейнер и крышка, и стоимость у них практически одинаковая, даже крышка стоит дороже. Но крышку вы можете выбрать любую, можете даже, по-моему, пластиковая на них подходит. В общем, поэтому потихоньку, постепенно будем переходить на вот такие экологически чистые, хорошие, дорогие, качественные вещи. И еще взяла досточку. Это моя любимая досточка, я ее очень люблю. Я ее, когда изначально купила, думала, что буду... Это вторая моя досточка. Изначально, когда купила, я думала, что я буду ее использовать для фото, чтобы фотографировать какие-то рецепты, какую-то выпечку в инстаграм. Я так изначально использовала, но когда один раз, всего один раз я взяла именно эту доску и на ней что-то порезала, на ней остались полосы. Это, конечно, очень некрасиво для фотографии, но я поняла, насколько она мне нравится. На ней даже вот просто красиво, приятно, знаете, что-то для себя нарезать. Я иногда нарезаю, например, даже овощи и прямо на вот этой досточке оставляю, ставлю перед собой и уже кушаю. Отсюда, например, беру овощи, но я не знаю, мне вот это нравится. Я получаю от этого удовольствие, поэтому я взяла вторую досточку, чтобы делать какие-то фотографии. Я хотела именно вот такую, чтобы она была не светлая, не темная, немножко рыжеватая, но чтобы она была в едином цвете. Поэтому мне пришлось повыбирать. Ну вот, в принципе, все мои покупки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что, может быть, вы что-то присмотрели для себя. Можно в корзину просто покидать, там что-то подобавлять, потом уже, когда отправитесь в Икею, то непосредственно покупать это.